Для того, чтобы исправить эту ситуацию, в C++ предусмотрен специальный механизм виртуальных методов. Если мы определим метод name в базовом классе person с ключевым словом virtual, тогда при вызове метода name через указатель на базовый класс, то, какой метод name здесь будет вызван, будет зависеть не от типа указателя, указателя у нас типа person, то есть указатель на базовый класс, а от типа конкретного объекта, на который указатель pass ссылается. Так как в данном случае указатель pass ссылается на объект типа professor, то будет вызван метод name, переопределенный в классе professor. Поэтому мы и в этом случае обратимся к профессору струструпу уважительно. Аналогично будет работать, если мы будем ссылаться на объект типа professor через ссылку на базовый класс. Важно отметить, что если мы не укажем ключевое слово virtual, то конкретный адрес метода, который будет вызван через указатель на базовый класс, будет подставлен на этапе компиляции. То есть в результате перегрузки здесь будет выбран конкретный метод, это будет метод из базового класса, и здесь будет подставлен адрес конкретного метода. Когда же мы указываем ключевое слово virtual, адрес конкретного метода, который здесь будет вызван, он будет зависеть от того, какое значение сейчас хранится в указателе P. А значит этот адрес будет выбираться на этапе выполнения. Как это конкретно работает, мы обсудим в следующем сегменте.